Пламенный привет всем любителям фигурного катания. Сегодня у нас в гостях человек, если говорить журналистским словом, то гость из разряда ТОП, Даниил Глихенгаус, тренер и хореограф группы Этери Георгиевны Тутберидзе, школы, которая вот уже несколько лет поражает весь мир, спортивный и неспортивный в том числе, своими результатами и тем вообще, что вы творите на льду в хорошем смысле этого слова. Дань, привет, спасибо большое, что нашел время прийти. Да, привет Эмма, также привет всем телезрителям. Ну конечно такое начало, что прям сразу захотел засмущаться, спрятаться и сказать, ну я не знаю, вроде стараемся. Смущаться вообще тут ни из-за чего абсолютно заслуженные и правдивые слова нисколько не преувеличила. Два сезона сложнейших позади, олимпийский и постолимпийский. Вот для тебя в эмоциональном плане какой из них выдался сложнее и насыщеннее? На самом деле не думал еще серьезно об этом, потому что сезон только закончился, но именно в плане эмоций, наверное, сложнее оказался этот сезон, потому что понятное дело, что прошлый сезон был очень нервным и это давление, что это олимпийский сезон и все ждут только победы. Мы прекрасно понимали, что все болельщики, вся страна ждала от нас первое и второе место и любой другой результат никого бы не устроил, но при этом оно все шло к этому. Мы от старта к старту показывали результаты и все шло гладко достаточно. Что касается этого сезона, то мы летали то вверх, то вниз. Были как взлеты, так и падения. Ты сейчас говоришь про Алину Загитову? Ну в этом сезоне да, но как бы у нас кроме Алины по-взрослым выступала только Элизабет Турсенбаева, поэтому для Алины сложился вот так вот сезон, а у Лизы получилось прям снизу вверх. А вот часто вот в этом сезоне говорилось о том, что Алине было тяжело, то взлеты, то падения, вообще к чемпионату мира сложная была подготовка. Она вот в чем заключалась? То есть в чем была эта сложность? Сложность была в том, что наладить тренировочный процесс. После того, как мы приехали с чемпиата Европы, мы еще там поговорили всем тренерским составом с Алиной и она нас даже так скажем воодушевила тем, что она хочет и ее цель выиграть чемпионат мира и все будет хорошо. С этими мыслями мы приехали в Москву и две недели тренировок были просто прекрасны и шикарны. И в тот момент, когда был финал Кубка России, где как раз выясняли, между Женей и Лизой, буквально за несколько дней до этого мы также показывали прокат произвольной Алины и он был идеальным. Показывали кому? Федерации? Федерации, да, показывали Федерации и прокат был великолепный и все поняли, что Алина в форме, все здорово. А потом, чем ближе был момент отлета в Японию, тем все сложнее становилось с Алиной тренироваться. Какие-то у нее мысли лишние закрадывались ей в голову, она опять начинала в себе сомневаться. Из-за этого были ошибки на прыжках, неудачный прокат, она еще больше себя начинала накручивать. Из-за этого начала пропускать тренировки. И это было как снежный ком, хотя мы прекрасно понимали. Пропускать тренировки, потому что вы ее отпускали или потому что ей не хотелось? Возможно, когда ты понимаешь, что ты приходишь, у тебя не получается, у тебя теряется желание. Соответственно, человек ищет легкий путь для себя, значит мне нужно отдохнуть. Сейчас я вот отдохну денечек и выйду снова, все покажу, все будет хорошо. Но мы знаем, как должна быть подготовка, когда, в какой день можно отдохнуть или снизить нагрузку. Соответственно, получается, не было уже той системы. И, конечно, мы начали опасаться, что мы не подведем ее в нужной форме уже к самому чемпионату мира. Поэтому в какой-то момент и шла речь о том, что, возможно, мы будем сниматься. Но я даже не знаю. А неужели вы бы, правда, ее сняли с чемпионата мира? Ведь столько работы и просто не поехать? Или это была такая, чтобы ее подстегнуть, что вот мы тебя снимем? Алина недавно в интервью, мы-то об этом давно знали, но журналистам, она недавно сказала, что сейчас у нее такой возраст, когда ей хочется делать все наоборот. И на все отвечать там наоборот, вместо да говорить нет и так далее. И пока мы ее упрашивали и уговаривали, что надо собраться на чемпионат мира, поехать, все. Мы этим и занимались. Мы и получали вот это нет. И тогда мы решили, что... Пойти от обратного. Пойти, конечно, от обратного и сказать, что, в принципе... Ну, не хочешь, не поедем. Да, мы можем не ехать, ладно, это не проблема. Вот у нас есть Ализабет, поедем с ней. И теперь Георгин спокойно, да, останется в Москве, с дочкой побудет побольше. Так что нет проблем, можешь не ехать. Ну, и после этого мы поехали и выиграли. Так и получилось, что сразу она какая-то другая была и чувствовалась уверенность. На самом деле, когда мы приехали туда, уже чувствовалось, что должно быть все хорошо. Приехала чемпионка. Да, что если не случится какой-то там экстраординарного, там, ошибки случайные и так далее, то по настрою она уже ехала туда, чтобы выигрывать. На самом деле, Тиффани Загорский тоже приходила в гости и рассказывала, что, ну, она дружит с Алиной. Она говорит, я по взгляду начальной позиции программы, говорит, понимаю, Алина прокатает чисто или нет. Вот у тебя вот как, в какой момент ты понимаешь, что твой спортсмен готов на 100% и сейчас сделает все? Ну, у Тиффани, видимо, есть преимущество, потому что она смотрела по телевизору. От нас Алина стоит спиной. Глаза видно хорошо. Лицо мы не видим, но как только она поворачивается, конечно, уже контакт есть. Наверное, по Алине так и выходит, что по ней правда видно, когда она выйдет и просто порвет всех. Или когда она в себе сомневается. Но я считаю, что это просто еще возрастное. Она становится старше, она еще просто подросток. Вот этот год, это самый момент, когда все бурлит, все наоборот надо делать. И поэтому были вот эти моменты и эти неудачные соревнования, потому что это чисто подростковые психологические вот эти моменты. А с психологом работает ваша группа? Да, это Ригернин Тутберидзе, зовут психолога. А, лучший психолог, да? И волшебного пендаля даст? Да, это волшебный психолог. Волшебный психолог. Тебе сделали поклон, ты искал замечания, тебе сделали поклон, и человек ушел, и ты больше ничего о нем не знаешь. Так результата не добиться. То есть ты живешь жизнью этого человека. У нас много таких спортсменов, поэтому мы живем очень многими жизнями. И это на самом деле поражает. Но продолжая тему Алины, раз уж мы начали, в следующем сезоне она планирует продолжать спортивную карьеру? Потому что здесь Роман Костомаров, наш олимпийский чемпион, высказал мнение, что Алине пора уже уходить. Но не потому, что она плохо там выступает и все такое. Потому что да, потому что уже юниорки выйдут, и ей нечего доказывать. Она уже все выиграла, и ей пора заканчивать. Единственное, что могу сказать, что да, ей не надо уже именно доказывать. Она может кататься именно в удовольствие. У нее нет, ну, уже больше нет цели там выиграть Европу или выиграть... Ну почему? Стать многократной. Можно стать многократной, да, и это прекрасно. И мы будем очень за это болеть и переживать. Что касается, продолжит она или нет, разговора у нас такого прямого не было. Она прилетела из Японии, пришла на тренировку, она на тренировке. Сегодня мы уже катали программу, которую мы будем показывать на шоу в апреле 20-21 в Краснодаре. Поэтому она на тренировке, она прыгает, говорить о том, что она будет заканчивать или нет. Ну и разговора с ней не будет, там, из серии Алин, сядь, поговорим. Зачем? Вот если бы она не ходила и не пришла бы на тренировки, тогда бы мы, наверное, об этом разговаривали. Если человек сразу же приехал и приступил к тренировочному процессу, наверное, это и говорит о том, что она... Не, ну шоу все-таки скоро, может быть, она пришла к шоу подготовиться, я не знаю. Да нет, она только что катала шоу по этому. Нет, она пришла, потому что она хотела тренироваться. И я с ней списывался, когда она была в Японии, она говорила, что она уже хочет вернуться, чтобы приступить к тренировкам. Это радует. Ну и что касается шоу, сезон для тебя лично, как я понимаю, не закончен. Он активно продолжается, потому что впереди важные события, шоу «Чемпионы на льду» и «Тиргерна Тудберидзе». Весь ваш тренерский штаб представляет вот такое, на самом деле, грандиозное событие, которое для Краснодара уж тем более увидеть всех чемпионов на льду сразу. Ты ставишь программу всем, да, к этому шоу? Ну, так получилось, что раз там катаются наши спортсмены, то получается почти все постановки. За исключением ребят, которых мы позвали. Это Максима Ковтуна, Тарасова Морозов, Степана Букина и Есеницына Кацалапова. Ребята будут катать свои программы. Да, ребята будут катать свои программы. Каких сюрпризов нам ждать? Может быть, дуэт Данил Глихенгаус, Алина Загитова, и к вам потом по ходу программы присоединяется собака Масару. Что-то из этого мы увидим в шоу? Пока, конечно, совместного номера в шоу не будет, потому что не было времени, чтобы мы подготовились. Но еще есть время, еще неделька. Ну, это все-таки дольше делается, чем неделька. Вот, поэтому, может быть, что-то совместное мы и сделаем, как с Алиной, так и с Масаром. Посмотрим. Ну, в планах это есть. Пока мы занимаемся сейчас, доставляем открытие, в котором я тоже чуть-чуть покатаюсь, тряхну стариной. Прыгать, конечно, пока не буду. Пока. Я уже попрыгал, дупель, тройный сальхов, но на фоне наших девчонок, которые прыгают четверные, мне бы стыдно было. А как они вообще реагируют? То есть, та же Анна Щербакова, Александра Труса. Вот когда тренер прыгает, тройной сальхов, может быть, подстебывает немножко. Ну что, Данил Маркович, как вам два с половиной? Ну, я перед тем, как даже пойти прыгать, надо было сначала вообще немножко набрать кондиции. И я в раскатке начал вместе с ними прям полностью. Не только показал, отошел к борту, а начал уже вместе с ними, даже с Сашкой Трусовой, с Анькой. Мы катались основным шагом танцорским. И я с ними проезжал по два круга, в одну сторону два круга, в другую. Потом меня откачивали, и потом мы снова продолжали раскатываться. Возвращали легкие на место, подушал и повернулся снова на лед. Но для девчонок это ведь тоже своего рода веселье, понаблюдать за всем этим. Ну, конечно. Плюс сейчас уже все-таки конец сезона, несмотря на то, что есть переди шоу. Уже нет таких больших объемов по нагрузкам. И они больше делают на льду, что хотят. И то, что... Ну, с Сашей Трусовой там, в принципе, все понятно. Она просто прыгает. Я меньше сейчас заставляю там заниматься вращениями или еще чем-нибудь. Она не любит, да, вообще вращаться, скользить? Ну, она это не скрывает. Но мы прекрасно понимаем, что на следующий год всем нашим девушкам, которые выступали по юниорам, выходить во взрослые. Поэтому мы будем делать большой акцент и на сборах, на подготовку именно по компонентам, по вращениям. Чтобы они сразу вышли и заявили о себе так, чтобы их не могли прижимать или как-то опускать второй оценкой. Да, из-за того, что для них это дебютный сезон, как это часто бывает. А что касается новых элементов, это разучивается сейчас или уже ближе туда, к новому сезону после отдыха? Нет, сейчас мы, конечно, занимаемся тройным акселем и... Тройной аксель – это обязательный элемент для всех ваших фигуристок в группе на следующий сезон? Потому что я вот читала, что и Алина будет учить аксель 3,5 оборота. Не знаю такого. Конечно, не может быть ничего обязательного. У каждого есть определенные способности и возможности. Если человеку не хватает на данный момент физики или координационных каких-то движений, или дупель не настолько хорош, то, конечно, мы не будем требовать тройного акселя. Но сейчас, да, мы стараемся в основном на удочке. Сергей Витрич у нас тоже форму набирает, когда бегает за девочками по льду. Конечно, он уже жалуется, что они что-то слишком быстро стали заезжать на прыжки, поэтому ему тяжело. Но также всю тренировку в коньках с удочкой работаем. Поэтому цель есть. То есть нам ждать новых прыжков в следующем сезоне? Вот, и уже мы показывали, что Элизабет Турсенбаева прыгнула. Три с половиной. Да. Что касается Анны, Саши, они каждый день мы этим занимаемся. Алена только недавно вышла после травмы. То есть она катается, все хорошо? Она уже катается. Ей сказали прыгать чуть позже начинать. Ага. Но буквально одну или две тренировки она покаталась. И пока никто не видел ее, она начала прыгать. Там мама начала ей показывать, как у нас любят в фигурном катании родители кулачки вот эти вот. Но все равно, если человек хочет, то его не останавливаешь. Как остановить? И может быть и не стоит его останавливать. Да, ну мы, конечно, все равно в определенный момент остановили, потому что врачи для этого и говорят, диагнозы и методы восстановления. Поэтому аккуратно все стараемся. А как ты вообще оказался в группе Терры Георгиевны Тутберидзе? Потому что у нас с тобой много знакомых. Просто хочу отметить, что я с Даниилом знакомы уже лет 16. Мы с ним катались в подростковом возрасте на одном катке практически в одной группе. Это, конечно, было в прошлой жизни уже. Да, стыдно даже говорить, что 16 лет назад начинаешь вспоминать, сколько тебе сейчас уже лет. И очень много наших общих знакомых просто не сработались с Террой Георгиевной, говоря, что вот она очень жесткий человек, и она любит, чтобы было, вот как она скажет. А ты плодотворно работаешь уже ни первый, ни второй сезон с ней. Как вообще вот это сотрудничество началось? Ну, я бы мог сказать, что это как Мэри Поппинс прилетел с зонтиком. Хорошая версия. Да, нет, ну, я неоднократно, правда, уже говорил, что с нас соединил Илья Вербух, потому что я в тот момент катался у него в шоу, потом я начал с ним ставить. И в этот момент я работал на «Москвиче» в «Текстильщиках», где я как одиночник провел большую часть своей карьеры у Виктора Николаевича Кудряцева. Поэтому, когда я закончился спортом, тренировать я начал там. Меня там приняли и дали возможность развиваться. Уже к тому моменту я проработал, получается, около полутора лет. И как тренер, и программы ставил всем детишкам из разных групп. И в этот момент мне уже позвонил Илья после шоу «Кармен» в Сочи, как раз таки мы сделали. И после этого я вернулся, пошел на «Москвиче» дальше работать. И я позвонил, сказал, что так и так. Вот Итери Георгиевны необходим человек сейчас. Поэтому я дал твой номер. Тебе позвонят. Добрая фея, Илья Авербух. Да, так что с этого все началось. Дальше, понятное дело, просмотр, разговоры, договоры. У вас сразу произошел этот коннект? Это ведь очень важно, когда ты приходишь... Здесь даже речь не идет о фигурном катании, здесь, в принципе, идет о смене работы в обычной жизни. Ты приходишь в коллектив, у тебя либо сразу складывается, либо приходится немножечко потереться, чтобы привыкнуть. Честно скажу, наверное, что-то сразу сложилось. Но самое главное, что точка соединения была в том, что она работает на результат и на максимум, и отдает всю себя этому. Я, в принципе, также видел свою карьеру тренерскую и так далее. Потому что можно было строить финансово и хорошо очень зарабатывать. Я в тот момент уже хорошо начал зарабатывать. Это и подкатки, и шоу. И, в принципе, мне было, получается, 23-24, я уже забыл, старый стал. Ну перестань. Вот, и для своего возраста... 40-ти нет. Ну да, для своего возраста я в тот момент начал зарабатывать хорошие деньги. И мне надо было отказаться от всего, чтобы начать с утра до ночи работать. А там по зарплате меньше было, получается? Ну, в принципе, у нас не такие большие зарплаты, особенно у начинающего тренера. Конечно, когда ты уже показываешь результаты чемпионатов мира, воспитываешь чемпионов мира и олимпийских чемпионов, то, конечно, уже все хорошо становится. Но в тот момент, конечно, финансово меня не устраивало это, но интерес и желание поработать... За идею, знаешь, как говорят. Конечно, за идею я все равно был готов хоть за бесплатно работать, потому что было понятно, что это не на год и не на два. Было понятно, что уже есть база, есть школа, есть команда. Ну, она вот только формировалась уже в таком... Но все равно уже был и Сергей Викторович, и Алексей Железняков в тот момент уже джазист не занимался. Плюс, реально, все такие хорошие люди. Невозможно было с ними... Просто все сложилось на самом деле у тебя, вот, ну, судя по тому, как ты рассказываешь. Ты пришел, и все сразу сложилось. А если бывают вот спорные моменты, они бывают на любой работе, в любом коллективе, у кого последнее слово? Ну, то есть у Этери Георгиевны, да, получается? Ну, это логично. Это да, что у главного тренера последнее слово, но... Нет, ну, например, ты ставишь программы, ну, к этому мы еще подойдем, к тому, как вообще все это происходит, все это волшебство. Ты выбираешь музыку для Алины, для Саши, Ани, неважно, для любого фигуриста из вашей группы. Ну, вот Этери Георгиевне нравится, но ты видишь, что это будет вау, как круто. Ты будешь настаивать на своем? Или же уступишь вроде, как главный тренер сказал? Если я уверен на все сто, что вот я не прогадал здесь, то мне кажется... Тут даже такой момент, что если я уверен на все сто, то Этери Георгиевна будет в этом уверен. А, вот как. То есть тут и не будет конфликта. Если я сомневаюсь, и я тогда и несу эту музыку для того, чтобы услышать ее мнение, потому что оно для меня максимально авторитетно, и тогда мы уже и обсуждаем. И либо меня переубедит она, либо я ее... То есть, ну, мы все равно выберем то, что будет хорошо для нашего спортсмена. Компромисс. Да, мы найдем его. Ну, у тебя и мама работает, помогает, да, фигуристам. У тебя мама балерина. Я просто помню ее разговоры для меня, Людмила Борисовна, но для меня вот просто тетя Люда, мы как-то привыкли в раздевалке, и что она балерина, и для меня это было каким-то волшебством. И она рассказывала, знаете, все истории балетные в женской раздевалке у нас. Она давно помогает олене и девчонкам? Буквально через год. Как вообще это произошло? Хореограф, который был в зале до нее, больше не захотел работать тогда. Я не помню, там... Понадобился хореограф? Да, просто была необходимость в новом хореографе, и я сказал, что моя мама всю жизнь занималась балетом, а потом еще растила меня балетом, и столько, сколько она занималась. Посмотрите на меня. Да, посмотрите на меня. Вот моя ручка. Вот, поэтому позвал, мама пришла, поработала. Я даже больше скажу, у них с Этери Геориной такие близкие отношения, что мне кажется, что... Что они сидят и тебя обсуждают за чаем в тренерской. Ну, а потом это на самом деле замечательно, когда ты уже становишься постарше, и у нас не всегда получается время проголодить с нашими родителями. А так мы хотя бы видимся почти каждый день на работе. Да, кстати, с таким графиком вообще на личную жизнь, просто на жизнь хватает времени? Ну, я же пришел сюда, видишь, значит... Для меня это вообще признак высшей степени дружбы, что ты нашел час, чтобы прийти вот сюда, поговорить и рассказать зрителям больше о вашей группе. Есть уже идеи на следующий сезон для ребят, девчонок? Есть, пока я не могу, конечно... Ну, началось, началось, вот эти секретики всякие. Музыкальные сопровождения и так далее, потому что мы будем об этом заявлять чуть позже. Но... Но пророчат Алине уже Эсмеральду. Ну, это точно нет. Точно нет, все, нет, извините. Никакой Эсмеральды. Я, скажем так, насытился за этот сезон, комментариев по поводу того, что я выбираю только музыку из золотого фонда фигурного катания. То есть нам ждать чего-то нового. Да, что касается Алины, это точно будет что-то новое. А девчонкам? А девчонкам будет что-то лучше, еще чем в прошлом году. А как это вообще происходит? Это ведь идеальное попадание в образ каждой, абсолютно каждой и обе программы. Это вот и самое сложное в нашей работе. Сколько музыки ты слушаешь? Какое количество музыкальных произведений ты слушаешь в межсезонье? Я бы сказал так, сколько месяцев в году я не слушаю музыку? Сколько? Ну вот где-то, когда мы заканчиваем постановки, а это еще учитывая, что у нас много спортсменов, которые не выходят на гран-при или просто еще помладше, им можно чуть попозже ставить, то все равно, получается, постановки у меня заканчиваются где-то в августе-сентябре. Я не беру в сезоне дальше, что еще показательные надо ставить. Это все равно отдушина. Но, получается, где-то октябрь, ноябрь, декабрь, январь, вот эти четыре месяца я не слушаю музыки для того, чтобы их использовать в программе. А что слушаешь? Вот любимая музыка Даниила Глехенгауса? Мне нравятся группы Coldplay. Да, поддерживаю. Они крутые. На самом деле, очень много слушаю таких групп, как Queen. Все равно классика такая. Металлика, Нирвана. Ну и... Отрываешься ты, в общем, в сезон, а потом возвращаешься в мир фигурного катания. Нет, ну я современный абсолютно почти все тоже слушаю. У меня просто... Все, что популярно. Все, что в топ-100. И ты сегодня включаешь, в машине едешь. Да, круто. Обращаются ли к тебе иностранные спортсмены с просьбой поставить им программы? Пока в этом году еще иностранные спортсмены не обращались. Но, возможно, если будет для одиночников иностранцев постановка, то это будет мальчик. Так. Это звучит как загадка. Мальчик. Довольно... Известный. Высокого уровня. Но это пока еще... А с кем бы тебе хотелось поработать? Вот как хореограф. Ты ведь все равно сидишь, смотришь соревнования и волей-неволей, возможно, прикидываешь, вот, с этим бы поработал, поставил бы ему такую программу. Я здесь мало кого удивлю, потому что, называя топовых спортсменов... Со всеми, да? Со всеми топовыми. Я бы не назвал человек, который никому... 37-ое место чемпионата мира. Да, 37-ое место чемпионата мира, но, наверное, он справится без меня. Нет, конечно, хотел бы поработать и с Юзуру, и с Нейтаном. О чем там говорить? Но у них пока прекрасные программы, и я думаю, что им не надо ничего менять, потому что это... Я, в принципе, считаю, что если работа с тренером или с хореографом дает тебе максимальный результат и твои программы любят, то не надо ничего менять. Зачем искать что-то новое, если все хорошо? Можно об этом задумываться, когда что-то не получилось. Но когда идет на максимум, просто наслаждайся этим процессом. А был ли момент, когда во время тренировочного процесса ты такой коньком аборт и с мыслью, как же все задолбало, ухожу? Нет. Можно так сделать и выгнать кого-нибудь. Зачем самому уходить? А, то есть вот оно как работает. Виноват тот человек, который тебя до этого довел. Сам-то ты себя не будешь расстраивать. Давай поиграем в игру. Называется «Самый-самый в группе». Точнее, в вашей группе в школе Этери Георгиевны Тутберидзе. Я называю описание, а ты подбираешь спортсмена из вашей группы, который больше всего под него подходит. Давай, поехали. Ну, естественно, нужно аргументировать, почему. А, да, жаль. Да, да. Сегодня так просто у нас в программе. Самое шумное в группе. На катке, вот в раздевалке, на соревнованиях. Ну, конечно, Аленка старная. Почему? Ну, потому что она бесконечно разговаривает и в нее очень милый, песклявый голос, который слышно я повсюду. Анекдоты? А что она рассказывает обычно? Настя все что угодно расскажет. Вчера мы, значит, даем маркетинг, мы ему там... Я почему-то прям представила, как Алена это говорит. Самое упрямое? Ну, Саша трусов, конечно. Ну, здесь все понятно. Человек максимально... Я слушала историю, вот, кстати, ты мне сейчас расскажешь, правда это или нет, что вы ее чуть ли не выгоняете с катка со словами Саша, хватит прыгать, не получается, получится на следующей тренировке. Она все продолжает. Нет, нет, выгонять за это бессмысленно. Мы пытаемся наоборот ее повернуть, чуть отправить в другую сторону, где можно будет повращаться, чтобы не уходить с тренировки. Нет, выгонять тут бессмысленно, но если ее не останавливать, да, она может прыгать до посинения. И в этом ее упрямство, да? Да, в этом ее упрямство. Она после этого придет и скажет, что у меня болит все, вот так, но будет довольна все равно. Самая сладкоежка? Алина Загитова. Со сладким приходит или это как на соревнованиях? Мне кажется, шоколад это для нее самое такое слово, но даже звучит сладко. И все, уже... Не, ну все девочки, на самом деле, я пока не встретил девочку-фигуристку, которая не любит шоколад. Не, на самом деле, я была удивлена, вот мы были вместе с Анной Щербаковой на юношеских олимпийских играх в Боснии и Горсеговине, я была крайне удивлена, что она вот съела на ужин вот две вот так креветочки, сказала, я наелась. И просто в нее пытались впихнуть еду, а она говорит, не хочу. Ну так вот редко везет, что... Ну то есть, мне кажется, ее Аню, словом, шоколад, не заманить никуда. Ну она все равно с удовольствием его съест, но сказать, что у нее прям к еде какая-то мания нет. А вы проверяете там на соревнованиях, чтобы шоколад не покупали там? Здесь-то, понятно, родители следят, но та же Алина. Мы лишь пытаемся. Пытаемся, да? Проконтролировать же это невозможно, потому что всегда ты можешь выйти в любое место и купить в любом магазине шоколадку и съесть ее пока на кассе даже. Еще не расплатилась, чек только выходит, а шоколадки уже нет. Самая модница? Ну здесь Итерь Юрген, тогда. Ну я понимаю, да, в чем это проявляется. Мы все это прекрасно видим на экране. На самом деле, правда же, в основном всегда, и они сами говорят, проводят большую часть своей жизни в спортивном. На банкеты пока ходят только взрослые, их не так много еще, поэтому сказать, что там все девочки одеваются у нас прекрасно, шикарные платья и так далее. Но если мы берем прям модницы и эталон, то, конечно, это Итерь Юрген. А ходите по магазинам на соревнованиях? Ну, бывает ведь да, конечно, конечно. То есть прям shopping day, когда есть выходной. Ну, целого выходного почти никогда не бывает, но сходить по магазинам и вкусно где-то тоже покушать, не шоколад. Мы любим тренерским составом. Здорово. Самое эмоциональное? Самое эмоциональное? По жизни, не на льду. Мне кажется, эмоциональность, если ты в жизни эмоциональный человек, то это везде проявляется. Ну, согласен, но это все равно по-разному. Многие очень активно и эмоционально себя ведут вне льда. Хорошо, давай, вне льда, а так даже интереснее, потому что на льду мы всех видим. Ну, вне льда тогда у нас так же получится, что это мы отдаем Алене. Алене, да. На льду мы отдадим тогда это Алене. Алене? Да, потому что на льду она крайне эмоциональна всегда. То есть это, если что-то получается хорошо, этому радуемся. Да, получается, да. Поэтому, когда к нам приезжали и снимали всякие видео, то есть, что японское телевидение, что наше, и вот некоторые моменты были, где Алина плачет или еще что-то, и мы всегда переживаем, что, ну вот, Алина, спасибо, теперь все будут думать, что вот мы такие злые и плохие. А она просто на самом деле, ну вот так вот эмоционально она все реагирует, она что, будет смеяться до упаду, что в секунду может заплакать, потому что ее расстроил прыжок. Причем ты никому это не объяснишь, что она упадет, и она будет красная или там плакать, и дело не в том, что ей сделали замечание, или виноват тренер, все, это виноват прыжок, все, плохой флик. И не потому, что мне больно от того, что я упала, как-то. ну это здорово, когда настолько человек эмоционально относится к тому, что он делает. Ну да, говорят, что с эмоциональными проще работать, их эмоции сразу видны и понятны, чем когда человек все держит в себе. Да. Кто самый идейный, идейный во время постановок программ? То есть, кто больше тебе предлагает, ой, а давайте, Даниил Маркович, я сделаю вот так вот руку, или вот здесь вот так пробегусь на зубчиках? Хм, так, ну, здесь будет, наверное, Морис, на самом деле, потому что, мне кажется, он максимально всегда пытается сделать для себя удобную программу и предлагает то, что ему нравится, и у него получается. А так, девчонки, мне кажется, настолько доверяют и с уважением относятся, что если они где-то и могут это предложить, это совсем чуть-чуть, потому что... Ты уже все за них придумал? Да, они просто знают, что за них уже все придумано, уже ночью на пролет проведены. Хорошо живут девчонки. Главное прийти и просто сделать то, что тебя просят. Здорово. Есть у меня для тебя еще одна забава. Ты комментируешь фигурное катание на соревнованиях, но я помню, мы с тобой разговаривали, и ты с такой досадой мне рассказывал, что тебе никак не удается покомментировать девчонок женское одиночное катание, то, в чем ты живешь, то, в чем ты разбираешься. И вот я решила дать тебе возможность сегодня покомментировать выступление Александры Трусовой, это она у нас будет под номером один. Но я хочу тебя попросить прокомментировать это вот именно как тренер. Я знаю, что когда это происходит на тренировках, то тренер прям по ходу программы делает замечание. Дотяни руку, дотяни колено. И я была свидетелем, что вот из вашей группы тренер говорил девочке, что при выезде из дупля мизинец был скрючен. И я была так поражена, я думаю, надо же, это настолько все там, или плечо на два сантиметра вперед, я даже вот не заметила. А вот в вашей группе вот видят вот каждую деталь. Поэтому, если ты не против, все внимание на экран. Александра Трусова, гран-при прошедшего сезона, вот на тренировке. Делай замечание, если есть. Сейчас я просто пытался понять, что это за гран-при, чтобы понимать, что там будет дальше. Армения. Да, мы уже увидели, что это Ереван. Я думаю, что поначалу программы кто-нибудь узнал момент из фильма «Пятый элемент», когда Лилу пробивала свою капсулу и вылезала в наш мир. Вот так это он и был. Ну вот четверной лутс. Я, конечно, должен сказать, что это очень сложный прыжок и никто это в мире не делает. Но здесь Александра немножко не дошла по корпусу и выезд получился смазанным. Ну, двойная уверена. По движениям все, как ты ставил? Все, как ты видел это? Безусловно, нет. Так, нет. Я был прям доволен и вот сейчас шпагат был, не шпагат. Это скорее такая родной ручка. Но это девочки любят, как и любой другой спортсмен, где-то, наверное, сэкономить свои силы. Сейчас будет любимый Сашин элемент вращения. Вот как бороться? Это вот прям заставлять ее делать эти вращения? Да. Ну, если не нравится. Мне то, что бороться, да просто... Тебе нравится вставать рано утром? Ну, смотря для чего. Ну, вот. Максимально моя территория. Как каждая вот эта коленка или поднятое плечо не там, где надо, или когда взгляд оказывается в лед, вместо того, чтобы на зрителя или на судью. Но на самом деле это вот самое сложное в работе со спортсменами. Это отучить их держаться глазами за лед. Ну, Александр прекрасно закончил свою произвольную программу. И я уверен, что оценки будут высокими. Она выиграет это из соревнований. Сто процентов она их выиграет. Я тебе гарантирую. Ну что, в принципе, смотри, ну, в целом неплохо, да, проехала. Но были замечания? Наверное, идеальный прокат у Саши в этом году был на произвольной программе на юниорской России. Вот в Перми она откатала так эту программу, что даже не хотелось не делать никаких замечаний. Просто мы сами похлопали, сказали, что это было блестяще. А после проката Алины на чемпионате мира тоже были замечания? Какие там замечания? Я ничего не помню. Вот, другое дело. Нас идеально откатала. Я думаю, блин, неужели еще к идеально прокатавшим девчонкам бывают замечания? Нет, были замечания такие, что хватит нас так мучить в эмоциональном плане. можешь же, ну вот, вот это здорово, правда? Вот, да. Контрольные прокаты Алина Загитова, произвольная программа. Какой ужасный выбор. Нет, ты не переживай, я там как надо. Все падения вырезаны. Дело не в падениях. Здесь на самом деле для тебя комментарий, мне как раз таки был интересен, но понятное дело, что прыжки, мы все сами видим, что прыжок получился или нет. Это не обязательно даже разбираться в фигурном катании. Здесь с точки зрения именно тебя, как хореографа, насколько вот эта программа катается спортсменкой хорошо и так, как ты ставил. Потому что сама знаю, будучи фигуристкой, бывшей, что здесь можно руку убрать, здесь я сэкономлю силы еще ехать две минуты впереди. Поэтому давайте посмотрим Алина Загитова контрольные прокаты. Честно скажу, что я это смотрю второй раз. После того, как я смотрю это вживую. Сам начальность поворота, когда она застыла, она должна была плавно перевести взгляд вдоль всего судейского бортика. Видно, что она нервничала, поэтому движение пока немножко дергана. Но плюс, это было начало сезона, поэтому программа, конечно, еще была не вкатана. С дуплем все прекрасно. вот эти движения, которые мы так что видели, должны нам напоминать все-таки наш балет. Балет. Конечно. Моя плесецкую и такие вещи не забываются. А если во время тренировки в середине программы вот едет, едет, едет хорошо, а в середине программы какое-то движение делается неправильно, заставляете перекатывать сначала? Из-за одного движения заставлять перекатывать это, конечно же, слишком жестко. Можно сделать просто замечание после. И вот если, наверное, уже второй или третий прокат будет и ничего не поменяется, то мы просто остановим. И скажем, что мы об этом уже говорили, поэтому никаких вопросов не должно быть. Спортсмен всегда должен понимать, за что его просят переделать что-то или сделать еще несколько раз. То есть не просто отправлять его и ничего не объясняя, еще, еще, еще. Тогда он не будет понимать, зачем это все. Если ты донес до спортсмена, что в чем была его ошибка и причина, по которой он должен это сделать, тогда и работа идет. Ну вот дорожка твой любимый элемент в программе. Ну, кстати, не уверен. насчет мой любимый элемент. Но на самом деле честь и хвала Алине скажу в чем. Несмотря ни на что, даже когда у нее не получались в этом сезоне иногда прокаты произвольные и так далее, она всегда в полную силу и качественно доделывает всю хореографию и все шаги и вращения. То есть мы не видим, что она бросает руки и не докатывает просто программу, как обычно бывает. Потому что, конечно, я помню по себе, я думаю, что ты тоже помнишь, что когда ничего не получилось, а кататься надо дальше, ты все равно просто хочется уйти. вот так вот спрятаться. Ты думаешь, за что? Нафиг это все надо было. На самом деле прокат тогда был не самым удачным. Дальше вы долго разговаривали. Там стояли, это любительская съемка, и они прям до конца снимали, что вы с Алиной стоите в уголочке, и ты что-то говоришь. Вот как успокоить спортсмена после проката такого? Понятное дело, что каждому свой подход, но в данном случае идет речь об Алине. Здесь разговор был о том, что это всего лишь прокат. Это всего лишь прокат, это начало сезона. Понятное дело, что правильно, наверное, в чем-то было, что сделали прокаты при зрителях и в мегаспорте при большой аудитории. Это помогло девочкам быстрее втянуть в сезон. Адаптироваться, да, в сезон. Кто-то считал, что это немножко жестоко, но им все равно буквально через 2-3 недели надо было выступать уже на официальных соревнованиях. Поэтому я считаю, что это было сделано правильно. Но при этом, конечно, они немножко переволновались, потому что, например, в Новогорске, когда мы катали короткую программу, все были спокойны, все откатали чисто, по-моему, практически все выступили. Вышли на произвольную и, конечно, все немножко перенервничали, перезажались. Поэтому с Алиной разговор был именно о том, что забыли. И это прокат. Это прокаты. Сейчас у нас сезон. И, как ты помнишь, следующий же старт она откатала в Германии, побив мировой рекорд. Да. Но была в твоей жизни еще одна Кармен на льду. Предлагаю прокомментировать именно ее. Чемпионат России Даниил Глейхенгаус, это мой такой небольшой сюрприз для тебя. третий ролик. Причем тот же кусочек музыкальный. Да. Как ты вот сам себя оценил бы? Будь вот он твоим учеником. Какое главное замечание? Главное замечание, что прыгать надо хорошо. в той произвольной программе не все получилось. Ну, честно скажу, я тоже смотрел, потому что кто-то выложил именно вот это видео за всю мою карьеру, где я откатал почти без всех элементов произвольную программу. Да, это был полный провал. Здесь сам факт того, что кармен, она катается эмоционально и стоит опять-таки отдать тебе должное, что несмотря на то, что ты ехал без всех элементов произвольной, смотри, как ты выкладываешься на дорожки в конце программы. Ну, хоть что-то хорошее вам не было, как спортсмени. Да не, на самом деле я могу, конечно, чуть-чуть пожаловаться на то, что именно тогда уже я и мучился со своей ногой и травмой голеностопа, из-за которого я и закончил с одиночным. Поэтому было, конечно, нелегко тогда. Но главное, что я для себя вынес за время работы с Витерией Георгиевной, что если бы я когда был спортсменом, я бы тренировался у нее, достиг бы я намного больших результатов. Потому что потенциал был? Талант был. Мозгов не хватало и жесткого тренерского контроля. Потому что тогда Виктор Николаевич дал мне все в плане техники, понимания. То есть он мне помог стать хорошим тренером. Но именно как со спортсменами не было такой вот работы. Никто не проверял, разминаемся мы или нет, во сколько мы ложимся спать, Жесткий контроль, жесткий график. Да, этого ничего не было. И, конечно, все ребята талантливые того периода у нас никто почти не стал. Зато смотри, все нашли себя именно в тренерской. Александр Успенский, опять-таки ты. Никита Кацалапов до сих пор выступает, катается прекрасно. Поэтому я говорю, что Витя Николаевич заложил в нас абсолютную базу по технике, по катанию и по всему. Поэтому за что ему огромное спасибо. Все, что не делается, все к лучшему, зато теперь видишь, ты всей России переносишь сколько пользы и медалей. Я с утра выложила в Инстаграм фотографии и подписала, что болельщики и любители фигурного катания могут задать вопрос тебе. Что им интересно, прислали около 300-400 вопросов, 300-350 как-то так. Я сейчас, естественно, все зачитывать не буду, но некоторые... А то мы не успеем. А то мы не успеем, да, у нас просто Даниил, ты за Барселону болеешь? Вообще в Лиге Чемпионов? В этой Лиге Чемпионов я буду болеть за Ливерпуль. За Ливерпуль, да, у нас Даня болеет за Ливерпуль и мы сейчас быстренько ответим на вопросы болельщиков фигурного катания, Вы сами можете произнести свою фамилию, да, первый вопрос? Что самое необычное дарили спортсмены на праздник? Самые необычные спортсмены на праздник? Наверное, мне один раз дарили сшитые мягкие чехлы для коньков. Это было очень мило. А кто подарил? Ой, это еще было давно, когда я еще работал на москвиче. Но это очень мило. Это было мило, да, там даже было написано Д.М. Даниил Маркович. Я их носил до последнего, они уже были полностью разорваны и как бы лезвие не закрывали, но я все равно. Но все равно такой подарок от души своими руками. самый счастливый день в жизни на данный момент. На данный момент я не могу сказать. Мне кажется, что их было много. Один невозможно выбрать. Какие-то связанные с фигурным катанием, какие-то с личной жизнью. Здесь очень много вопросов, как ты понимаешь, про Женю, но я сформулирую его в один вопрос. Даниил общается с Женей, с Евгением Медведевым, имеется в виду. Мы здороваемся на соревнованиях, но не более. Чем помимо фигурного катания увлекается Даниил Маркович? Фу, это так долго, мне кажется, будет. Честно, стараюсь всем увлекаться. Я читаю каждый день новости, я слежу за всеми видами спорта, особенно я люблю футбол и стараюсь ходить и на матчи. фильмы, сериалы, выставки. Я не знаю, что еще перечислить, но я стараюсь каждую секунду забивать каким-то саморазвитием, потому что иначе можно закиснуть. Что было самым шокирующим, что Даниил прочитал про себя в интернете? Надо говорить, можно говорить, да? Можно, нужно, я же вопрос задала. Что я гей-мошенник. Это веселая история из Германии, да? Да, 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 учитывая, самая главная моя претензия была к тому, что человек бы хотя бы узнал, что у меня в жизни не было BMW, и я люблю Mercedes, а как бы те, кто любит Mercedes, не любят BMW, поэтому я по-любому бы не выбрал эту машину, чтобы угнать ее, или что там я сделал. Да, там была долгая история, Даниила обвинили в том, что он угнал машину, BMW, и... На самом деле у этой истории была предыстория такая, что мне ВКонтакте какая-то женщина начала писать гадости, причем не про меня, а в тот момент еще про Женю с Этери, на что я и ответил, что не смейте мне там больше писать такие вещи, и попрощался. И на следующий день вышла эта статья, так что я, в принципе, понял, как это все произошло. Трэш какой! Да. Ужас! А мы вот говорим, что спортсменам достается, а ведь вам, тренерам, достается не меньше. Вы очень много путешествуете, какое место наиболее запомнилось и понравилось? Наверное, конечно, больше всего на меня произвело впечатление Токио. Это просто один из любимых моих городов сейчас. Очень в этом году понравилось Ванкувере, потому что сочетание города и природы. А, да, они хотят его сделать самым зеленым городом мира, я читала. Очень здорово было. Ну, много очень городов, которые нравятся и в них приятно гулять. опишите себя одним словом. Творчество. Здорово. Узнают ли вас на улице? Да, узнают. Безусловно, конечно. Да нет, во время чемпионата мира два-три раза узнали. Ну, приятно. Это было приятно, при том, что мы были в одной компании с другими фигуристами и с той же Сашей Степановой. И было забавно, когда подходили ко мне и не узнавали ее. Я, конечно, немножко подкалывал, что, ну, прости. Работай, работай, Сашенька. Ну, ничего, их тоже будут узнавать скоро. Передайте спасибо от поклонников фигурного катания, он молодец. На самом деле огромное количество благодарности просили передать тебе и всему вашему тренерскому штабу. Я тоже тебе говорю огромное спасибо Сергею Додакову и Терри Туберидзу всем вашим фигуристкам и фигуристам тоже. Ждем мальчиков в следующем сезоне, потому что это уже шутки гуляют в интернете, что пока Терри Георген не взялась за мужское одиночное катание, ничего у нас там не будет. Стараемся сейчас. Данил очень долго я этого уже ждал, потому что пришел он вместе со мной к Терри Георгию. Он пока был маленький, да, просто по возрасту? Да, конечно. Поэтому будем стараться поднимать фигурное катание мужское на тот уровень, на котором он у нас был. Да, потому что мы уже привыкли, что мы во всех четырех видах. Командный чемпионат мира на этой неделе ни разу Россия не выигрывала этот турнир. Как ты думаешь, какие шансы в этом сезоне? Я был на прошлом команде. Да, в семнадцатом году. В семнадцатом году. И нам тогда не хватило совсем чуть-чуть, на самом деле. Буквально, по-моему, два-три балла, может, чуть больше, но тогда шанс был. Поэтому мне кажется, и в этом году хоть состав не полный и не совсем оптимальный. Но мне кажется, что как раз-таки поехали все те, кому есть что доказывать. Да, это очень правильно. Это и должно дать результат, потому что все спортсмены хотят показать себя с лучшей стороны на этом турнире. И это даст большую вероятность нам того, что мы займем первое-второе место. Первое-второе, все-таки ты оставляешь. Конечно, я оставляю, что мы можем быть вторыми, потому что очень сильный состав у американцев. Все-таки в мальчиках у них два места с чемпионата мира. С чемпионата мира, да. Первое-третье, поэтому, конечно, будет сложно Есть шанс в парах, но там французы в танцах тоже есть. В танцах должны. Ну, там попадакисы, но с ними можно бороться. Ну, надо приехать просто так же. Да. И все будет хорошо. Ну, и мужчин тоже надеемся, что произойдет чудо-фурор на этом команде чемпионата мира. Главное, чтобы ребята просто сделали то, что они умеют. То, что умеют. Вот и все. Если они будут показывать свой максимум, это уже хороший уровень. Спасибо большое. Хорошего шоу в Краснодаре. Я уверена, что все пройдет на ура. Билеты, насколько я понимаю, уже все раскуплены. Ну, насколько знаю, да, что вроде все купили. Так что будем стараться порадовать зрителей максимально. Ну, и привозите шоу в Москву. Мы тоже посмотрим. Я думаю, что постараемся в следующем году это сделать. Успехов в новом сезоне. Вдохновение для новых программ. Ну, и с нетерпением ждем, когда же объявите то, под какую музыку будут кататься наши чемпионки. Даниил Глейфингаус, тренер и хореограф группы Этери Георгиевны Тутберидзе был у нас сегодня в гостях. Еще раз говорю огромное спасибо. Ну, а с вас лайк, репост, шер, и что вообще делать с видео в интернете? Пожалуйста, это видео полностью отдаю ваше распоряжение. Да, так что спасибо нашей прекрасной ведущей. Было очень приятно с тобой пообщаться. Взаимно, Даня. Давай. Подожди. Вот так. Оп. Корректор А. Продолжение следует...